Наши предки считали, май – неблагоприятный месяц для свадеб. Объясняли так, май происходит от глагола «мается». В мае жениться, а всю жизнь мается. На самом же деле май назван в честь римской богини, покровительницы земли и весеннего плодородия майи. А причина того, что май якобы неблагоприятен для заключения брака, кроется совсем в другом. Большинство населения в старину у нас на Руси были крестьяне. А именно в мае месяце начались напряженные посевные работы. И понятно, что дорога была каждая минута, им было не до свадеб. Вообще-то очень боялись коварного мая. Верили, что будет разлад в семье, бабушки так считали, что будут изменять друг другу молодожены. Ну и постепенно складывались приметы. Рад бы жениться, а май не велит. Не только наши предки-славяне считали май неблагоприятным для свадеб. Греки тоже полагали. Раз погода в мае переменчивая, значит и молодожены будут изменять друг другу. Современная молодежь в приметы не верит. Алексей и Алены Печкалевы поженились в прошлом году, 16 мая. Здесь, на площадке перед планетарием, зарегистрировали брак. Мой муж, уже нынешний, сделал мне в марте предложение. И получается, за два месяца мы примерно решили, что подготовимся к свадьбе. И выпала дата на май как раз. Я вот не люблю верить в какие-то эти... Я наоборот делаю. И когда мы решили пожениться, я наоборот даже с удовольствием бы в мае. То есть как бы против пойти этого как раз. Как доказать, да? Как доказать, да, всем. Потому что много кто... Ну, это просто так. Как говорится ведь, на самом деле такого нет. Да. Просто все сразу маятся, маятся. Ну вот мы год прожили, ты маешься, я нет. Я нет. Все нормально вроде бы. В эти выходные семья Печкалевых отметит годовщину свадьбы. В планах у пары собрать вновь всех гостей. А вечером, как и полагается влюбленным, организовать романтический ужин на двоих. Субтитры подогнал «Симон»